Сегодняшняя тема — это свертки. Это один из инструментов работы со списками, но не только со списками. То есть сначала мы на примере списков разберем, как работают свертки, а потом обобщим его на случай более широкого класса контейнерных типов данных. Итак, ну вот, что мы сегодня изучим. Мы сегодня сначала изучим свертки списков, потом мы поговорим про специальный класс моноидов, который потребуется нам во многих контекстах, а потом мы обобщим понятие свертки на произвольные типы данных, введя класс типов foldable, ну а потом обсудим некоторые полезные теоретические свойства сверток, которые позволяют писать на Haskell довольно глубокие оптимизации. Ну, начнем со свертков списков. Посмотрим на несколько примеров реализации, ну, таких стандартных и простых функций, у которых есть единый интерфейс. В каком смысле единый интерфейс? Они берут какой-то список, что-то с этим списком делают и возвращают некоторое одно значение. Ну вот, в первом случае это суммирование элементов списка, в втором случае это произведение элементов списка, в третьем случае это конкатенация списка списков так, чтобы у нас возникал из списка списков просто список. Ну вот, давайте посмотрим на реализацию этих функций. Если мы сравним, мы увидим, что они практически идентично реализованы. Значит, у нас каждая из этих функций реализуется в виде двух уравнений. Первое уравнение говорит нам, как нам обрабатывать пустой список. Второе уравнение говорит нам, как обрабатывать непустой список. Непустой список мы обрабатываем рекурсивно, то есть вызываем рекурсивно нашу функцию, которую мы определяем на хвосте списка, а голову списка прицепляем к этому самому рекурсивному вызову с помощью определенной функции. В первом случае это функция сложения, во втором случае это функция умножения, в третьем случае это функция конкатенации двух списков в единый список. Вот мы видим, что все происходит совершенно одинаково, и очевидно можно сконструировать некоторый комбинатор, который бы описывал вот эту конструкцию. Этому комбинатору что мы должны скармливать? Мы должны скармливать, во-первых, сворачивающую функцию, в первом случае это сложение, в втором случае умножение, в третьем случае конкатенация два плюсика. И второе, что мы должны этому комбинатору передавать, это то значение, которое будет возвращаться на пустом списке. Вот свертка, которая по-английски называется fault, именно так, таким образом и работает. Вот определение этой функции. То есть то, что у нас раньше было оператором, ну то есть функцией двух аргументов, заменяется на функцию f, то это первый аргумент свертки. Второй аргумент свертки — это некоторое инициализирующее значение. Ну а дальше передается список, то есть у свертки два параметра. Первые два параметра как раз обслуживают, позволяют нам сдавать разные свертки, сворачивающую операцию и начальное значение. Ну у нас на предыдущем слайде возвращаемым значением свертки был тот же самый тип, который лежит у нас в нашем списке. Но на самом деле это совершенно не обязательно так. То есть у нас мы можем сказать, что в списке лежит значение некоторого произвольного типа а, а результатом свертки является некоторый тоже совершенно произвольный тип b. Как нам связать тип а и тип b? Как раз тип сворачивающей функции, первый тип, который присутствует там, а, стрелочка b, стрелочка b, он именно так как раз и подходит для этих целей. Ну действительно, посмотрите, функция f как вызывается. Функция f, если мы посмотрим на второе из уравнений, функция f передается в качестве первого аргумента элемент списка, а в списке у нас лежат значения типа а. А в качестве второго аргумента передается тип результат, то есть результат свертки. Ну а результат свертки у нас, как мы видим из сигнатуры функции folder, в самом конце он стоит. Это значение типа b. Ну и еще нам нужно обеспечить инициализирующее значение. Оно имеет, конечно, тип b, ну вот и вы там, вот здесь вот его видите. Вот тип b, он, собственно, это тип инициализирующего значения. То есть вот то, что там называется, буквка ини, вот здесь вот, ему соответствует тип b. Ну вот таким образом свертка организована. Таким образом свертка организована. Если мы посмотрим на вторую часть этого слайда, мы можем заметить, что на самом деле свертка, кстати, такая свертка правой называется, и буква r в конце fold как раз показывает, что это правая свертка. Свертка на самом деле может быть прочитана следующим образом. Если мы посмотрим на то, как сконструированы некоторые списки, вот здесь в левой части, мы увидим, что в списке стоят значения p, q, e, r, и список организуется так. Сначала пустой список, а потом применяется оператор, конструктор списка, точнее говоря, ну который в операторной форме выражен, двоеточие, который просто прицепляет каждое значение к списку. Вот свертка работает ровно таким же образом. Единственное, что происходит, мы пустой список заменяем на инициализирующее значение, а вызов оператора, вызов оператора конструктора списка заменяем на нашу функцию f. Ну вот если мы сравниваем левую часть и правую часть, там такая длинная стрелочка написана, мы видим, что, в общем, свертка на самом деле просто в некотором смысле реконструирует список. Ну вот можно то же самое представить в виде деревьев, это еще более наглядно, это самая нижняя часть этого слайда. Мы видим, что происходит, совсем явно видно, что происходит замена, что на что заменяется. Вот таким вот образом работает правая свертка. Это довольно полезная функция. Теперь, введя такой комбинатор, мы можем выразить те функции, которые у нас на первом слайде присутствовали, через folder. Ну вот как выражаются функции через свертку. Первая функция, сумм, это свертка с инициализирующим значением 0 и с оператором сложения в качестве сворачивающей функции. Ну, соответственно, два аргумента свертку мы передали, у свертки остался еще третий аргумент списка, мы здесь его явно не пишем. Хотя могли бы написать слева и справа, подписать xs. Ну тогда это будет явное задание аргументов. Ну, обычно со свертками вот так вот и пишут, в бесточечном стиле. То есть один из аргументов выпускают. Ну, точно так же продакт, чем он отличается. Сворачивающие функции — это умножение и инициализирующим значением единицы. Ну и, наконец, оператор. Если мы используем оператор конкатенации и в качестве инициализирующего значения берем пустой список, мы в результате свертки получаем функцию конкат, которую мы определяли на первом слайде. То есть мы видим, что вот тот паттерн рекурсии, который у нас на первом слайде был, он легко выражается через свертку, и многие функции обработки списков именно так организованы. Ну вот теперь вопрос. Сам внизу слайда изображено вызов в фолдер, который передается вот две такие функции. в качестве инициализирующего значения пустой список, в качестве сворачивающей функции конструктор списка стандартный. Что получится в результате? Сам список. Да, эта функция просто переконструирует список, заменяя там, заменяя пустой список на пустой список, а оператор двуеточие на оператор двуеточие. То есть эта функция фактически ID. Ну, хорошо. У свертки есть некоторое полезное свойство, свойство универсальности. Вот давайте мы напишем некоторую функцию G, которая задается вот такой системой уравнений. Первое уравнение у нас G на пустом списке равняется какому-то значению. Второе уравнение G на непустом списке выглядит так. Это вызов некоторой функции F на голове списка и дальше рекурсивный вызов G на хвосте списка. Это как раз тот паттерн рекурсии, про который мы с вами говорили. Вот свойства универсальности утверждают, что если у нас функция G определена вот такой вот системой уравнений, то это свертка. Ну, вообще кажется, что это такой тривиальный факт. На самом деле, это не совсем тривиальный факт. Вот в обратную сторону, это действительно тривиальный факт. Мы просто раскрываем определение фолдера и получаем вот эту вот первую систему уравнений. А то, что из этой системы уравнений следует, что это свертка, это, в общем, требует некоторых тонких разбирательств с семантикой. Значит, что это за тонкие разбирательства? Давайте мы, я сейчас приведу, пожалуй, некоторые примерчики, которые покажут вам, что с рекурсивными уравнениями вовсе не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Значит, вот помните, у вас в одном из первых домашних заданиях была такая функция двойной факториал. Вы ее реализовывали, она не очень сложно реализуется, ну, как мы ее пишем? Если двойной факториал там на единичке, это на нуле, это единичка, двойной факториал на единичке, это тоже единичка, поскольку у нас вычитается 2, то нам нужно два базовых случая разобрать. И, наконец, двойной факториал на n это n умножить на двойной факториал n-2. Ну, тогда получается, что на нечетных числах произведение нечетных чисел, которое паркуется вот здесь, а на четных числах произведение четных числа, которое паркуется вот там. А на отрицательных числах чего получится? Расходимость получится, да. Все будет расходиться. Хорошо. Теперь давайте я возьму и определю другую функцию. Другую функцию, которая выглядит, даже я не знаю, я, пожалуй, возьму и вот так вот вычеркну вот этот случай. И скажу, что эта функция факт штрих. Могу такое сделать? Как будет себя вести эта функция? А на нечетных будет расходиться. Теперь скажите, пожалуйста, вот наша первая функция, которую мы позвали de facto, она будет решением этой системы уравнения? Тривиальным соображением, да. Она удовлетворяет каждому из уравнений, которое здесь написано. А где здесь пустой записано? А есть какая система уравнений? Ну вот у нас был de facto с не вычеркнутым и de facto штрих с вычеркнутым. Вот у меня сейчас система уравнений со штрихами, которая de facto наша удовлетворяет вот этой системе. Да, удовлетворяет. Значит, она является ее решением. Ну, функция, которая там. Решает она эту систему? Решает она эту систему. Ну, можно приводить и другие примеры интересные подобные. Вот мы видим, что на самом деле, когда у нас в жизни есть расходящиеся вещи, то семантика становится довольно сложной. То есть мы в одну сторону мы говорим, что все ловко получается, а в другую сторону, когда мы говорим, что вот про единственность решения, мы видим, что у нас могут происходить довольно странные вещи. Ну, я не хочу углубляться здесь в разные семантики, которые можно приписать вот таким вот системам уравнения. Это нас увело в глубины математики. Я просто вам говорю, что вот этот вот факт, который здесь формулируется, он не совсем тривиальный. Практически смысл в том, что вот у той системы уравнений, которую я сверху написал, фолдер — это единственное решение. И поэтому мы можем в обе стороны, когда проводим рассуждения и про какие-то оптимизации говорить, мы можем заменять как фолдер на эту систему, так и эту систему на фолдер, то есть сворачивать и разворачивать. Вот свойства универсальности нам потребуется, когда мы будем немножко говорить про некоторую оптимизацию, которую в хаскеле есть. Сегодня мы поговорим про нее. Ну, ладно, это было некоторое такое отвлечение в сторону. Давайте двинемся дальше и поговорим о другой свертке, о левой свертке. Что делала у нас правая свертка? Она как бы брала список и начинала сворачивать все с правого хвоста. То есть у нас ини использовался справа. То есть у нас была некоторая сворачивающая функция, которая сворачивалась с хвостом списка, потом с одним элементом до хвоста, ну и так далее. Самое последнее, первый элемент списка, он в общем в некотором смысле сворачивал с самым последним. Ну, как бы если расставить скобки, то все происходило вот так вот. То есть ини, тут вот некоторый элемент списка последний. Ну, я не знаю, список 1, 2, 3. То вот так вот. f3 ини, f2 ини, и, наконец, f1 ини. Ну, вот эта свертка с помощью функции f и ини списка 1, 2, 3. Вот так вот он сворачивается. Но мы можем поступить по-другому. Мы можем начать сворачивать инициализирующий элемент с первым элементом, списка потом свернуть с вторым, потом уже с третьим. То есть расставить скобки по-другому. Ну вот, левая свертка, она как раз это и делает. Ее код, естественно, другой. Более того, у нее сигнатура немножко другая. У нее в сворачивающей функции аргументы меняются местами. Почему? Потому что в эту сворачивающую функцию у нас инициализирующее значение, которое у нас всегда типа b, передается первым. То есть раз мы отсюда начали сворачивать, если мы хотим писать вот так вот. То есть вот, что у нас должно получиться. Да, вот там вот и написано, что должно получиться. Собственно, что на pqr, на втором слайде. То есть мы сначала сворачиваем все вот здесь с головой списка, потом подсворачиваем со следующим элементом и совсем внешний вызов — это сворачивание f с последним элементом списка. Ну вот левая... Поэтому, естественно, что у нас значение типа b является первым аргументом, а элемент списка становится вторым аргументом. Ну вот левая сверка, она перед вами, вот ее реализация. Она также реализуется с помощью двух уравнений. Первое уравнение точно такое же, потому что, ну, в общем, если пустой список, то мы просто сразу возвращаем инициализирующее значение. А второе уравнение немножко по-другому устроено. Оно организовано так. Так, левая свертка сразу же непосредственно вызывает ее же, но вызывает ее же на немножко перестроенных аргументах. А именно у нас инициализирующее значение сворачивается. Ну, здесь инициализирующее значение уже меняется, как вы видите, при вызове. То есть для... Ой, не на то нажимаю, прошу прощения. У нас инициализирующее значение передается вот здесь вот. А здесь функции fold следующему вызову. В качестве инициализирующего значения передается свертка предыдущего инициализирующего значения и текущего элемента списка с помощью функции f. То есть здесь происходит некоторое вычисление у нас, ини уже в общем известен, и x уже известен, а функция f сворачивает все это. И дальше функция f вызывается, свертка вызывается с функцией f с новым инициализирующим значением на хвосте списка. То есть, ну вот как раз при подобного рода вызовах у нас получается левая свертка, то есть схема свертки, как вы видите ниже на слайде, она меняется. Вот есть у нас два типа сверток. Ну, на тех примерах, которые у нас были, на тех примерах, которые у нас были на сложении, на умножении и на конкатенации, у нас левая свертка и правая свертка, понятно, что дадут одно и то же. Совершенно не важно в каком порядке суммировать умножать элемент списка. Но это следствие того, что наши операторы, которые мы использовали в сворачивающей функции, они были коммутативны. Как только у нас оператор, с помощью которого мы сворачиваем, перестает быть коммутативным, так левая, правая свертка начинают различаться, как вы понимаете. Потому что если порядок, который мы сворачиваем, важен, то результат будет разным. Ну, если вот свертка, например, запускает на вычитание, то левая, правая свертка дадут разные результаты. Ну, то, а коммутативно или ассоциативно? Ну, пускай, ну, разница между лево-право-сверткой может быть, если у нас операция не ассоциативна или не коммутативна. Может, я думаю. Ну, здесь хитро. Во-первых, и не оказывается в другом месте, совсем на другом конце. Поэтому, в общем, это первое соображение. Да, в общем, тут и коммутативность, а ассоциативность играет роль. Конечно, то есть... Ну, на самом деле, что у нас... Ладно, хорошо, да, давайте... Понятно, ответил я на ваши вопросы. Здесь есть два момента. Один заключается в том, что рекурсия у нас хвостовая, фонд сразу же вызывает самого себя. Поэтому, на самом деле, компилятор Хаскеля может ее эффективно оптимизировать, превратить в цикл. Ну, потому что хвостовая рекурсия, ну, а в Хаскелях, вставая рекурсия, это вот немедленный вызов самой же функции, ее легко раскрутить в цикл. Но здесь есть другая проблема. У нас, как мы помним, в таких функциях в Хаскеле проблема заключается основная в том, что фанк из цепочки вызовов нарастает. То есть вот здесь у нас постоянно происходит следующее действие. Вот это вот все, что здесь находится, нужно с помощью f свернуть и не и x. Мы могли бы это сделать, но поскольку у нас немедленно вызывается фолду, сначала происходит раскрутка всего списка, а он может быть очень длинный, а только потом происходит, собственно, вычисление, которое вот там вот есть. Поэтому свертку фолду никто никогда не использует. И я не рекомендую вам ее использовать, она просто неэффективна. Есть эффективное решение, которое зовется фолду штрих. Ну, собственно, фолду штрих напрямую это самое и делает. Я немножко переписал фолду, чтобы было более понятно, что там аргумент мы можем вычислить. То есть вот то, что у меня раньше стояло в скобках, я теперь просто отправил в предложение where. И вот мы видим, что здесь в предложении where написан вызов f, ini и x. То есть функция f вызывается на инициализирующем значении аргумента и на x. Это классическая левая свертка. Ну а вот фолду штрих реализован таким образом. Он сразу же вычисляет аргумент. Ну я его написал через оператор sec, мог бы через оператор доллар с восклицательным знаком написать, но он написал через sec. Он сначала вычисляет аргумент, а потом вызывает фолд себя. То есть вот эта версия, которая говорит, что сначала приведи вот это то, что здесь есть в вычисле, приведи их к слабой заголовочной нормальной форме. Ну поскольку все известно, и и не x к этому моменту, то это какие-то значения, они нам переданы в качестве аргументов. f будет вычислено, ну и соответственно вот фолду штрих теперь уже не генерирует эту цепочку, а вычисления форсируются на каждом шаге. Ну вот, собственно, эта свертка самая эффективная из всех сверток фолду штрих, и поэтому всякий раз, когда вы используете фолду, просто вызывайте фолду штрих, если вы хотите делать левую свертку, она просто быстрее считаться будет без всяких, без особых проблем. Почему на самом деле левая свертка, левая свертка, она не может работать на бесконечных списках. Вообще, в принципе, по своей природе. Почему? Ну мы сразу видим, она вызывает сама себя, фолд вызывает фолд. Поэтому остановится это вычисление только тогда, когда мы дойдем до... пустого списка, а на бесконечных списках мы пустого списка не дойдем никогда. Поэтому левая свертка, она так организована, что ее на бесконечных списках нельзя запускать. А вот правая свертка, наоборот, она умеет работать на бесконечных списках. Ну вот здесь пример, показывающий, как же она работает на бесконечных списках. Ну идея такая, что она дает поработать сворачивающие функции фолдер. Ну вот пример реализации некоторой функции any через свертку. Any это функция, которая проверяет, есть ли в нашем списке элемент, удовлетворяющий некоторому предикату. Ну она просто, что она должна делать? Она должна перебирать список и проверять на предмет того, удовлетворяет он предикату или нет. Если удовлетворяет, то хорошо, она тут же возвращает истину. Если же не удовлетворяет, то она продолжает перебирать список. Ну если список конечный, доходя до конца, она возвращает false. Ну собственно вот здесь поэтому в качестве инициализирующего значения как раз свертки и указано false. Ну у нас any выражен через свертку. Ну а что такое сворачивающая функция? Сворачивающие функции часто, если она короткая, их записывают через лябду. То есть пишется функция двух аргументов. Первый аргумент всегда связывается, если вы помните сигнатуру, с элементом списка, с текущей головой списка. А второй связывается с результатом оставшегося свертки. Ну и вот тело функции очень простое. Что мы должны сделать на шаге? Мы должны проверить, удовлетворяет ли текущий элемент x предикату. А это тело нашей лямбды начинается с проверки предикат на x. Если предикат на x удовлетворяется, то из-за ленивого характера языка происходит следующее. У нас сразу же возвращается значение истины. И вычисление второго аргумента оператора логического или не происходит. А если здесь ложь, то тогда мы отправляемся к вычислению b и повторяем тоже на следующем элементе. Ну вот снизу расписано, я уж не буду подробно останавливаться. В общем, семантику вычислений мы понимаем. И здесь на примере поиска элемента равного 2 в бесконечном списке как раз показывает, что хотя список бесконечен, тем не менее, поскольку мы все реализовали через правую свертку, то правая свертка на бесконечных списках может и не расходиться. Потому что так устроена наша лямбда. Она может не интересоваться при наступлении некоторых условий своим вторым аргументом, который в общем и представляет собой бесконечное вычисление. Вот здесь вот второй аргумент в одном из сценариев не используется. Ну и тогда вычисления останавливаются. Хорошо. Есть иногда полезно использовать свертки без инициализатора. Такие свертки получают суффикс 1. Такие свертки на пустом списке не работают. Они начинают работать только с одноэлементных списков. И вот это вот самое значение, этот единственный элемент в одноэлементном списке, как раз и используется для инициализации. То есть базовым случаем служит не пустой список, а список, содержащий один элемент. Такая свертка немножко более ограничена по типу. Если у нас в предыдущей свертке тип сворачивающей функции, как вы помните, был а, стрелочка, б, стрелочка, б, то здесь, поскольку в качестве инициализатора используется элемент списка, то происходит унификация, и мы говорим, что тип элемента и тип возвращаемого значения должен быть один и тот же. Ну вот отсюда берется такая сигнатура. То есть у нас есть сворачивающая функция, у нас нет следующего аргумента. инициализирующего значения, потому что оно здесь как раз и не используется. И мы сразу же, передав сворачивающую функцию, берем список, ну и получаем в результате результат свертки. Ну как реализована фолдер 1? Она реализована следующим образом. Она реализована так же, как фолдер, только вместо первого случая, когда мы возвращали инициализирующее значение, у нас используется одноэлементный список. Ну а на пустом списке мы в реализации фолдер 1, мы пишем, что пустой список не допустим, ну вот возвращаем некоторые универсальные сообщения машины. Ну то есть это стандартная библиотека такое сообщение возвращает. То есть фолдер 1 не работает на пустых списках. Ну есть некоторые сценарии, когда на пустом списке вообще ничего нельзя. Например, ну какие функции? Функция поиска максимума, например. Ну на пустом списке надо ее как-то заткнуть. Ну вот сообщение об ошибке, это как бы один из способов заткнуть. То есть максимальный элемент в списке. Ну еще мы знаем там head, например, функции. Ну на практике реализует через фолдер разные функции. Ну точно так же левая свертка может быть определена. Ну каким образом она определена? Она определена хитро в стандартной библиотеке. Она просто вызывает левую свертку, да и все. На непустом списке. А на пустом списке она возвращает сообщение об ошибке. Если фолдер полностью определен через сам себя рекурсивно, то фолду, левая свертка с единичкой в суффиксе, она вызывает обычную левую свертку. Ну вот. В принципе, можете подумать, почему здесь никаких проблем не возникает. Хорошо. Ну есть версии со штрихами и левой, и правой свертки. Естественно, левую свертку тоже здесь лучше использовать штрихованную версию по тем же соображениям, что и для левой свертки. Есть, ну окей, хорошо. Значит, так вот, мы уже, у нас есть две свертки, левая и правая, и есть свертки без начального значения. Есть еще несколько полезных функций, родственных сверткам, но которые свертками не являются. Это, ну, первая в этом группе функций, это так называемые сканы, сканирование. Сканирование работает так же, как свертка, только если свертка вычисляет результат, то сканирование делает, как бы выполняет каждый шаг свертку и пишет последовательные результаты в список. То есть сканирование образует нам просто список последовательных шагов свертки. Ну вот, левое сканирование, оно начинается слева, то есть сначала мы пишем некоторое значение, инициализирующее значение, потом сворачиваем инициализирующее значение с первым элементом списка и пишем это в качестве второго результата скана, а потом сворачиваем получившийся результат со следующим элементом списка, пишем и так далее. Ну, после того, как мы описали семантику этой функции, как она должна работать, ну, довольно легко ее написать на практике. Значит, сканирование, ну, поскольку здесь левое, если вы посмотрите на сигнатуру сканирования, вы увидите, что у сканирования сигнатура очень похожа на левую свертку. Единственное отличие заключается в том, что возвращаемым значением служит не значение типа А, а список значений типа А. Ну, понятно, что сканирование возвращает мне список. Ну, на пустом списке левое сканирование возвращает инициализирующее значение, ну, а на непустом списке мы берем, прицепляем в голову результат предыдущего, результат предыдущей операции и выполняем вызов левого сканирования на хвосте списка. Ну, и то, что при левом сканировании происходит, вот это вот самое вызов функции F, естественно, мы делаем. То есть мы запоминаем результат сканирования в список. Ну, таким образом у нас строится некоторый список, результирующий в полном соответствии с тем, как сверху написано. В отличие от левой свертки, которая с бесконечными списками работать не умеет, левое сканирование замечательно работает с бесконечными списками, но оно порождает нам бесконечный список в результате, естественно. Но мы можем обратиться к каждому результату этого бесконечного списка. Список мы умеем разбирать. Ну, например, можем написать там, ну, вот пример левого сканирования, например, что я делаю. Я беру, ну, второй пример. Посмотрим. Я беру бесконечный список единиц и сворачиваю с помощью умножения этот бесконечный список. Что я получаю в результате сканирования? Сначала 1 умножить на 1, потом 1 умножить на 1 умножить на 2, потом 1 умножить на 1 умножить на 2 умножить на 3. То есть я получаю фактически факториал. Ну, и теперь для того, чтобы получаю бесконечный список, каждый элемент, следующий элемент которого является факториалом, ну, то есть последовательность значения факториала. И дальше, обращаясь к этому, обращаясь к получившемуся списку, вот здесь вот бесконечному, который у меня в результате, с помощью оператора взять элемент по индексу, я беру пятый элемент, ну, вот у меня получается значение 120, то есть значение факториала 5. То есть у меня получается бесконечный список факториала с помощью сканирования лекарства, я сделал, ну, и вот здесь уже мы можем работать и с бесконечными структурами в том числе. Я, честно говоря, не помню, есть там или нет. Это со штрихом, а как бы... Здесь проблема такая будет появляться, нет? Здесь проблема такая будет появляться, вроде они есть... Черт, не помню, есть скан со штрихом или нет? В принципе, она будет проявляться. Но другое дело, что у нас и так монтируется гигантская структура некоторая, то есть здесь... Ну, правда, когда мы вот ищем элементы по индексу, то, в общем, у нас строится только то, что нужно в рантайле. Не помню, я есть штриховые версии или нет. Ну, ее легко написать, просто там вызвать сек, да и все, в нужном месте. Ну, вообще, технические сканы полезны, когда мы работаем с какими-то последовательностями и хотим посмотреть, там, как они себя ведут и так далее, и так далее. Вот так, в принципе, в программировании сканы не очень часто используются. То есть, ну, редкий сценарий, когда нужно, вот, то есть можно более простыми способами организовать все это. Ну, вот, там, если какую-то последовательность бесконечную мы сконструировали, то с помощью скана ее легко и конструировать, и там смотреть первые 100 элементов, смотрите, как что-то сходится, с какой скоростью. Вот это, как бы, там, скан для этого хорошо подходит. Ну, правый скан, наоборот, он накапливает результаты. У него в качестве первого элемента самый большой результат, а дальше все более и более короткие результаты. Ну, потому что правый сверт так устроен, ее строить удобнее. Я уже не привожу здесь примеры правого скана. В общем, левый скан немножко так более удобен в некоторых отношениях. Но, вот, в общем, такая функция тоже есть. Правый скан тоже можно, да. Ну, бывают сценарии, в которых удобно правым сканом пользоваться. Есть естественные тождества для сканов, которые, в общем, ну, понятно, откуда берутся. Для правого скана первый элемент, это как раз полная свертка, поэтому вот тождество, ой, тождество, которое здесь написано, оно понятно, как организовано. Если мы на предыдущий пример посмотрим, мы увидим, что, как бы, да. Ну, а для левого скана, наоборот, последний элемент, это полная левая свертка, как мы видели в примерах, ну, и, как понятно, по самому, самой структуре скана. То есть, вот, ну, просто по определению эти тождества выполняются. В общем, ну, они особо, содержательной роли не несут, просто позволяют что-то сформулировать про поведение функций. Есть операция, которая обратно свертке. Эта операция носит название двойственное. Развертка. То есть, если свертка что делает? Она, ну, с помощью некоторых вспомогательных функций, берет список и возвращает некоторое значение. Она, как бы, обрабатывает список, проходясь по элементам, ну, в каком-то порядке, и дает значение. Развертка действует наоборот, но берет некоторое инициализирующее значение и, как бы, принимает некоторую функцию, которая берет, обрабатывает это инициализирующее значение, получает результат, который записывает список. Ну, то есть, сначала инициализирующее значение записывает список, потом результат обработки записывает список, потом над этим результатом опять вызывается эта функция. То есть, функция, которая у нас разворачивающая, как она должна быть устроена? Ну, во-первых, она должна... Что делать? Если мы хотим все-таки, как бы, сделать функцию достаточно универсальной, мы говорим, что у нас есть инициализирующее значение типа B, а хотим мы получить список значений типа A. Значит, что должна наша функция делать? Она должна... Вот та, с помощью которой мы осуществляем развертку. Она должна принимать значение типа B. Возвращать она нам должна что? Она должна возвращать нам две вещи. Во-первых, то, что мы хотим записать в список значения типа A, А, во-вторых, она должна возвращать значение, на котором в следующий раз будет вызвана эта самая функция F. То есть, значение B. Ну, вот такую функцию мы можем отсюда при последовательных вызовах убрать элементы, укладывать элементы в наш список результирующий. А вот эти вот значения мы будем использовать для следующего инициализатора функции F. Таким образом, мы получаем некоторую развертку. Ну, если я напишу вот так вот, то у меня будет некоторая беда. У меня будут генерироваться только бесконечные списки. Потому что здесь мы применяем функцию F. Получили это, отправили в список и вызываем ее опять. А когда остановиться? Ну, вот поэтому сигнатура немножко более сложная. Функция F имеет не такой тип, по которой там написано, сворачивающая функция. То есть здесь мы добавляем еще maybe. Ну, и вот теперь все работает хорошо. Как это все работает? Если у нас в maybe лежит just, то работает, ну, то есть если в maybe используется конструктор just, то все работает, эта пара используется именно так, как я сказал. А если здесь лежит nothing, это означает, что мы должны остановить наш процесс. Процесс генерации списка завершился. Ну, вот такое решение принято для реализации функции Unfolder. Ну, и вот, собственно говоря, пример, как можно использовать функцию Unfolder. Он перед вами. Мы просто говорим, что у нас есть некоторая функция, которая делает следующее. Она, ну, типа A и B у нас здесь совпадают. И мы видим, что передается некоторое значение численного типа. Если это 0, то мы прекращаем генерацию, то есть возвращаем nothing. А если не 0, то что у нас возвращается? У нас, во-первых, возвращается конструктор just. Ну, хорошо, мы про это говорили, поскольку в maybe здесь нужен just. А дальше возвращается пара. Какая? В качестве того, что мы будем писать в список, это текущие элементы x, которые нам был передан. А в качестве инициализатора для следующего шага это элемент, уменьшенный на единичку. Ну, таким образом мы получаем, что пишется x, а в следующий раз эта самая функция, которую мы здесь обозвали, f, она вызывается на единичку, уменьшим аргументом. Ну, вот у нас так заполняется список до тех пор, пока у нас, мы не достигнем нуля. При нуле возвращается nothing, 0 уже не пишется. Вот с помощью функции unfolder как можно написать последовательность убывающих значений до некоторой точки. Это просто иллюстрация того, как unfolder работает. Ну, вот в библиотеке, в стандартной библиотеке Haskell есть некоторая функция, которая зовется iterate. Функция iterate, она что делает? Она принимает, она принимает в качестве аргумента некоторую функцию и дальше что делает? Ну, давайте посмотрим, как бы отсюда. Можем мы вычислить, какая у этой rate-сигнатура? Она вызывает unfolder. Функция f в нашем случае какой тип имеет? Ну, она принимает некоторое значение и это значение должно использоваться на следующем шаге. Ну, на самом деле, напишу я. f имеет, конечно же, тип аа какой-то. Ну, тогда x имеет тип а и посмотрим, что наша функция делает. Она, во-первых, генерирует бесконечный список, потому что никакого nothing, этот список не останавливается. Ну, вот теперь, что еще unfolder должно быть передано? Кроме вот этой функции, которая лямбдой задана, нам еще должно быть передано некоторое инициализирующее значение типа а. То есть функция f принимает значение а, принимает инициализатор а, ну, нет, я уже пишу типы трейд, конечно. И возвращает она нам что? А что вообще развертка возвращает? Список, конечно. Ну, возвращает нам список значений типа а. Ну, вот так это rate устроен. Он может быть написан через zalfolder. Просто функция применяется, ну, функция применяется, последовательно. Это инициализирующее значение и дальше функция применяется. Это похоже на то, как числа черча определяются. Ну, они здесь, все результаты записываются в список. То есть сначала ни разу не примененная функция, потом один раз, потом два раза и так далее. У нас генерируется список ну, как бы из всех чисел черча. Ну, конечно, конкретно функция f, она всегда что-то вычисляет, поэтому мы по ней не абстрагируемся. Ну, вот так вот работает iterate. Вообще iterate это как библиотечная функция. Ну, вот здесь мы ее выразили через zalfold. Есть еще одна функция полезная, которая, то есть не полезная для программирования, но полезная и часто используемая внутри библиотеки Haskell. Это функция, которая зовется build. В общем, она работает как iterate, но вы ее явно в документации не увидите. А если вы залезете в реализацию GARSA, вы увидите, что build есть. Он похож по сути своей на unfold, то есть функция обратная, обратная свертки. Ну, для чего этот build используется, я поговорю попозже, когда мы будем говорить про всякие оптимизации. Следующая тема, с которой нам надо познакомиться, это моноиды. Моноиды вообще это понятие из алгебры. Это такая алгебраическая структура, которую включает, во-первых, некоторое множество. Дальше над этим множеством задана ассоциативная бинарная операция и некоторый нейтральный элемент для этой операции. Ну, это такая одна из базовых алгебраических структур, довольно простая по внутреннему устройству. Ну, нейтральный элемент означает, что, понятно, что она ведет себя как там ноль относительно сложения или единицы относительно умножения. Вот в Хаскеле есть специальный класс типов, который зовется моноид. Это такой вспомогательный класс типов. Напрямую объявлять что-то моноидом, ну, конечно, полезно и интересно, но все, что объявлено моноидом, оказывается, может довольно хорошо взаимодействовать со свертками, потому что ассоциативность этой операции, она как раз приводит к тому, что свертки на самом деле ведут себя хорошим, правильным образом, неважно, как мы сворачиваем. Если наша операция сворачивания ассоциативна, то со свертками, в общем, все довольно хорошо и удобно. Итак, что ж такое класс типов моноид, как он определен? Ну, класс типов моноид именно так и определен. Во-первых, есть нейтральный элемент, который обзывается mempty, и во-вторых, есть операция, которая зовется mappend. Ну, буква m относится к моноиду, empty означает пустое, append означает добавить. И в классе моноидов есть еще вспомогательная одна операция, mconcat, которая говорит, что если у нас есть список элементов, а и элементы эти являются моноидами, то тогда с помощью этой операции мы можем легко свернуть список, используя в качестве инициализирующего значения как раз этот самый нейтральный элемент, а в качестве операции, операции, которая сворачивает этот самый mappend. То есть для функции mconcat у нас есть реализация по умолчанию список элементов, которые являются представителями класса типов моноид, мы можем сворачивать естественным образом. Ну, какие законы должны выполняться для любого представителя, для любого моноида? Это, естественно, те законы, которые заявлены. Во-первых, mempty должна служить правой и левой единицей для любого элемента. Это первые два закона. И, во-вторых, у нас должна быть ассоциативность. Ну, ассоциативность вот здесь вот записана. Haskell не может проверить. То есть вы можете написать представителя класса типов моноид, а Haskell не может проверить, выполняются эти законы или нет. Но писать представителя класса типов моноид, для которого эти законы не выполняются, это такое даже плохое занятие, потому что моноиды используются именно в тех ситуациях, когда эти законы выполняются. Поэтому, в общем, хотя компилятор Haskell не проверяет законов, он практически никаких законов не проверяет, но, тем не менее, вы должны при реализации представителя отдавать себе отчет, что не имеет смысла реализовывать для какой-то операции и для какого-то типа представителя класса типов моноид, если он моноидом в математическом смысле не является. Ну, вот это определение моноидов. Теперь давайте посмотрим, какие моноиды у нас есть. Ну, самый простой представитель моноида это список. Список, конечно же, моноид. Нейтральный элемент это пустой список, а операция, это операция конкатенации. Ясно, что это моноид. Совершенно не важно, как строку мы собираем, в итоге получится некоторое. Ну, строку я имею в виду для непроизвольных список, а ограничиваясь типом char. Ну, понятно, что от того, что внутри списка лежит, у нас ничего не зависит. Ну, а мконкат для списков, это, конечно же, операция, которая зовется конкат, которую мы сегодня уже видели. Ну, она автоматически отсюда получается, но ясно, что мы могли бы написать здесь мконкат равно конкат. ну, кстати, название mempt и mapend, они тоже, в общем, отсюда из списков и происходят. То есть, append это просто добавление, а empty это как раз пустой список. Ну, собственно, вот реализация мконката для списков перед вами. Какие еще типы полезно объявить маноидами? Ну, да, числа, конечно, маноид, но более того, числа, это дважды маноид, по понятным соображениям. Это маноид относительно сложения и маноид относительно умножения. А какой маноид лучше? Ну, вот на самом деле непонятно. То есть и сложение, и умножение, и то, и другое хорошо. Поэтому числа явно не объявляются маноидами. Вместо этого числа оборачиваются в специальные оберточки и реализуются отдельно маноид для сложения, отдельно маноид для умножения. Ну, как это делается? Объявляется просто некоторый, там же в модуле data.manoid, где, собственно, маноид и определен, объявляются два вспомогательных тип. Первый вспомогательный тип с помощью new type это тип sum. Ну, это обертка, которая в рантайме не существует. То есть sum это то, то, что оборачивает нашу обертку, а get sum это то, что из нашей обертки вынимает, то, что там лежит. Но обычно мы числа будем оборачивать туда, естественно, в модуле. И дальше сразу же написан некоторый deriving. Кстати говоря, deriving для new type ведет себя следующим образом. Он просто переадресует соответствующий класс тип внутреннему типу, тот тому, который там лежит. Ну, вот здесь написано в e-core, read, show и bounded здесь не написано new, потому что deriving в стандарте Haskell такого не прописано. А в GaSai тут еще и new написано, потому что GaSai умеет расширять кое-что. То есть вот если в стандартном Haskell говорить, то deriving для new здесь запрещен. Но GaSai включает некоторые ключи, как standard deriving, и как бы тогда умеет это делать. Ну, можете на это посмотреть. Да. Ну, потому что вообще слово deriving, к слову deriving, это некоторый конкретный набор операторов, которые Haskell умеет deriving делать. Ведь на самом деле там, как любой deriving, он требует некоторого внутреннего обслуживания этого класса типов, внутреннего понимания. Вот в стандарте просто deriving, ну, нету. Так нельзя писать. Поэтому нужно включать какие-то расширения, которые в GaSai, конечно, есть. Ну, вот, собственно, теперь мы можем написать для маноид, уже представителя класса типов маноид, для чисел. Но как мы это делаем? Они, поскольку мы хотим писать маноид относительно сложения, мы используем упаковку sum, а про A мы говорим, что у нас есть контекст num, A. То есть A это какой-то представитель для чисел. Ну, и понятно теперь, как реализовать маноид относительно сложения. Mampty это 0, но упакованная в нашу оберточку sum. Что касается MapPanda, то тут тоже все элементарно. Поскольку у нас все упаковано, упаковочку sum, ну, мы снимаем эту упаковочку, вынимаем оттуда два числа, складываем и обратно упаковываем в sum. Ну, вот, еще раз повторяю, что все эти упаковки, которые с помощью new type задаются, они только программисту видны, а в runtime ничего этого нет, то есть никаких распаковок, упаковок у нас нет. То есть это программист тяжело работать, а никакого пенальти во время исполнения у нас с этими упаковками не связано. Ну, вот, ну, теперь мы можем как бы просто говорить sum 3, Mappend, sum 2 и получать значение, в котором лежит 5. Такой не самый простой способ сложить 3 плюс 2. Но мы задали некоторый универсальный интерфейс, то есть мы можем как бы сказать, что вот у нас где-то мы должны использовать контекст маноид, ну, и если мы хотим числа использовать, мы можем туда засунуть в упаковке sum, тогда это будет маноид относительно сложения. Num conca для sum, а это, конечно, функция sum маленькая. Вот такая функция есть в стандартной библиотеке, она просто суммирует список. Ну, ровно так же реализован маноид относительно умножения. Это обертка, которая зовется product. Если мы хотим умножать, мы просто все упаковываем в product с большой буквы. Ну, а concat для product, это product с маленькой буквы, функция, которая умножает. Собственно, вот два числа объявлены как маноид двумя естественными способами. Ну, дальше, а булев тип? Булев тип тоже маноид, но опять же он маноид относительно конъюнкции и относительно дизъюнкции. По понятным соображениям, да? Ну, и как написать соответствующие обертки? Ну, вот для булев тип тоже есть две обертки. All и Any. All — это маноид относительно конъюнкции, то есть все со множители должны быть, ну, все элементы должны иметь значение true, чтобы результат давал значение true. Ну, и... Соответственно, что такое mempti для... Да, правильно. Ну, и Any. Ну, All — это как бы квантор всеобщести, а Any — это как бы квантор существования. Ну, вот здесь mempti — это false, естественно, и Any использует оператор логического или в качестве операции. Ясно, что эти операции ассоциативные, ясно, что нейтральные элементы ведут себя правильным образом, то есть они ничего не портят. Логическое и с true дает нам true, логическое или с false, ну, и с true, и с false дает нам тот... Ну, в общем, понятно, они играются нейтральными элементами, не буду я что-то вдаваться в представители маноидов. То есть, ну, вот у нас уже много маноидов полезных, мы еще про полезные представители маноидов на практике поговорим, пореализуем, там есть довольно интересные конструкции, связанные с маноидами. И теперь мы переходим, собственно, к тому, для чего мы маноиды можем использовать. Операция свертки на самом деле естественным образом может быть расширена на произвольные контейнерные типы. То есть совершенно не обязательно, чтобы это был список. Вот, очевидно, полезно объявить соответствующий класс типов. Такой класс типов есть, он зовется foldable. Более того, пока класс типов foldable еще не является, не входит в прелюд, то есть нужно экспортировать соответствующий модуль. Но через полгода будет, то есть следующая версия Haskell уже будет использовать foldable в качестве такого фундаментальной вещи. Ну, вот как класс foldable устроен. Он содержит некоторый набор функций. Давайте мы обсудим. Во-первых, foldable устроен так же, как устроен функтор. То есть параметром класса типа foldable должен быть не тип, а оператор над типами. То есть t, который здесь, сюда присутствует, он имеет вот такой вот крайнт. Ну, это должен быть контейнерный тип. И, собственно, именно так он и используется всюду во всех сигнатурах. Эта буква t присутствует дальше. Ну, какие у нас есть функции? Есть, во-первых, базовая функция fold. Она базовая, потому что она простая по своей сигнатуре. Она говорит, что если в контейнере t у нас лежит моноид, то тогда мы можем написать некоторый универсальный fold, который не r, не l, а который просто fold. Ну, потому что, поскольку моноид операция ассоциативная и есть единица, с которой все инициализируется, то мы можем написать fold для моноида, вообще ничего больше не передавая. Это просто fold. Дальше есть некоторая функция fold map, которая имеет немножко более сложную сигнатуру. Она отвечает на следующий вопрос. Хорошо, а если у нас внутри контейнера, который зовется t, лежит немануид, если у нас вот там вот находится значение некоторого типа a, как мы можем свернуть соответствующий контейнер? Ну, вот, говорятся такие слова. А давайте, если вы предоставьте мне еще функцию следующую, которая ставит в соответствие каждому элементу моего типа a, который не является моноидом, элемент некоторого типа, который является моноидом. То есть задаем отображение из нашего типа a, который лежит в контейнере, в моноид. Ну, тогда мы опять можем все свернуть. Эта функция зовется fold map. Говорит, сначала сделай map, то есть примени ко всем элементам контейнера t типа a вот эту вот самую функцию. Тогда у нас в контейнере уже будет лежать моноид. То есть мы как бы map делаем с помощью этой функции на наш контейнер. А потом сверни с помощью folder. Ну и вот на реализацию пока не смотрим. Дальше следующее, что мы можем делать, мы можем реализовать folder и folder и folder. Ну, понятно, вот сигнатуры такие и есть. Ясно, что мы можем на любом контейнере делать либо правую свертку, либо левую свертку. Ну и, наконец, есть версии без правого folder и folder с единичками, которые на пустых списках, на пустых контейнерах не работают, а работают только на непустых контейнерах. Ну, вот точно так же, как и на списках. Вот, что содержит у нас класс типов foldable. Теперь, что нам нужно минимально определить? Минимальное полное определение. У нас здесь вообще, посмотрите, для всего, что здесь написано, есть реализация по умолчанию. Ну и, конечно, для folder1 и для folder1 есть реализация по умолчанию. Они просто не влезли, это не самое интересное. Оказывается, достаточно определить либо folder, либо foldMap. Ну, давайте, предположим, что мы определили folder, правую свертку. Ну, тогда как бы реализация foldMap по умолчанию, она, в общем, естественным образом работает. Что мы делаем? Мы берем, в качестве сворачивающей функции используем следующее. Сначала с помощью функции f, которая у меня имеет тип из a в m. Вот она у меня, функция f, имеет тип из a в m. Она умеет делать моноиды, а дальше, после того, как получился моноид, мы над моноидом делаем маппенд. И делаем правую свертку с помощью маппенда и этой самой функции f. Ну, то есть, фактически, то, что мы делали для, то есть, понятно, что моноид сворачивать легко. Ну, маканкат у нас так устроен был. Собственно, маканкат и делаем, но не над списком, а над произвольным контейнером. Ну, хорошо, значит, как foldMap получать по folder, мы умеем. Обратные немножко интереснее, как, то есть, если мы реализовали folder, то понятно, что foldMap мы реализовать можем. А наоборот, а наоборот тоже есть реализация по умолчанию, вот как folder записывается через foldMap. Здесь, правда, есть некоторые звери, которые нам пока еще неизвестны. Это ендоэндоморфизм и дуал. Это дуальный моноид. Ну, вот про эндоморфизмы мы поговорим на практике, как они реализованы. И тогда вы сами вернете сюда и подумаете над тем, как это реализация по умолчанию работает. Ну, вот, собственно, класс типа foldMap мы обсудили, как он устроен. Соответственно, если мы реализуем хотя бы одну из этих функций, мы получаем весь вот этот интерфейс для любого контейнера. Ну, можем, конечно, и все функции реализовать, соображение эффективности. Ну, на самом деле, и эндоморфизм, и дуал — это просто обертки, сделанные с помощью new type, поэтому в runtime их нет. То есть с ними пенальти никакого нет. Но как они устроены, мы немножко позже увидим. Ну, какие представители класса маноид? Ну, конечно, во-первых, список. Фу, какой маноид. Foldable. Список является представителем класса типа foldable с реализацией, ну, потрясающе своей содержательностью. Ну, как бы да, он является представителем класса типа foldable. Кстати говоря, вот эти вот folder и foldable, про которые я сегодня вам рассказывал для списков, они доживают последние месяцы. Следующая версия GHSI и следующая версия Haskell Platform за это уже проголосовали месяц назад. Foldra, Foldla отдельно для списков не будет. Будет класс типа foldable, и сигнатура Foldra и Foldla будет универсальна, как из класса типа foldable. А для списков этого всего не будет. То есть foldable и traversable, которые мы на следующей практике будем проходить, они включаются совсем в ядро Haskell и отдельно для списков этих функций уже не будет. И сигнатура их будет другой, более обобщенной. Вот именно той, которую вы здесь видите. Как учить студентов я, конечно, не очень знаю, но придется как бы рассказывать про foldable сразу. Да, довольно... Ну, вот эту лекцию придется перестроить и начинать с класса типа foldable. потом уже говорить, а вот для списков там все вот так. Ну, хорошо. Ладно, двигаемся дальше. Значит, что является... Какие еще представители foldable мы можем? Можем для maybe написать foldable? Да, конечно, можем. Ничего тут сложного нет. Значит, как сворачивать maybe с помощью folder? Ну, очень просто. Для nothing'а используем nothing'а как пустой список, то есть возвращаем инициализатор. Функция сворачивающая не важна. А как писать folder для второго случая? Ну, тоже очень просто. Фактически maybe это список, которым либо ноль элементов лежит, либо один элемент лежит. Ну, и свертка означает, что мы просто эту функцию сворачиваем то, что лежит, с тем инициализирующим значением, которое нам предоставляется функция. Вот все. То есть сворачивать maybe значит просто применить функцию к... Либо вернуть z, либо применить функцию и вернуть результат. Ну, левая свертка от правой чем отличается, если мы посмотрим? Ну, естественно, функция f имеет чуть-чуть другую сигнатуру, аргументы просто z и x переставляются. x имеет тип a, ну, вот, а z имеет тип b. Ну, вот, левая свертка, она, в общем, практически ничем не отличается. В Haskell есть набор контейнеров, которые мы не успеваем изучить отдельно, но про которые, в общем, стоит иметь в виду. Я вот не знаю, я так всегда подразумеваю, что все-таки люди c++ знают стандартную библиотеку. Есть set тип данных, есть map тип данных, есть тип данных sec последовательность, похожая на списки, но с другими гарантиями быстродействия и доступа. То есть список, он как любой стандартный список, там поиск имеет сложность оатен, поиск по индексу тоже оатен, ну и так далее. Есть деревья три, это правда не те деревья, которые мы на практике делаем, это так называемые rows three, то есть дерево, у которого не бинарное дерево, а дерево, у которого сколько угодно может быть от узла дочерних узлов, ну или оно реализовано через списки там, то есть дерево списков, дерево списков деревьев и так далее. Вот это data tree, то есть есть большое количество контейнеров, все контейнеры могут сворачиваться каким-то образом и вот для всех из них реализованы представители класса foldable, которые позволяют пробежаться по всем узлам соответствующей структуры и каким-то образом вычислить в конце концов некоторое значение произвольного типа. Мы на практике этим немножко позанимаемся, мы реализуем на практике как домашнее задание у вас будет сделать foldable для деревьев, для бинарных. Это будет одним там есть разные стратегии обхода, но там в задании все описано. Хорошо, значит, поговорили про представителей класса foldable, и теперь последняя тема, которая заявлена. Эта тема немножко такая теоретическая, я на практике мы тоже про нее поговорим. Давайте мы ее обсудим свойство слияния. Вот напишем некоторое равенство. Вообще говоря, это уравнение на раз, два, три, четыре, четыре, функций. Идея такая, можно ли вытащить, протащить некоторую функцию через folder? Вытащить некоторый h из folder. Ну, и в обратную сторону это читать. Можно ли затащить некоторый h, который снаружи у меня фолда, внутрь фолда? Вот можно ли наложить такие требования на пять функций, которые здесь есть, чтобы это равенство выполнялось? Ну, вот оказывается, что можно. Мы знаем свойства универсальности folder, мы можем folder расписать как систему уравнения, ну, и кое-какие идеи оттуда вытащить. Давайте мы так и сделаем. Воспользуемся свойством универсальности. для фолдера, который у нас стоит справа. Ну, что тогда будет? Тогда будет вот мы получим два таких равенства. То есть на пустых списках. Раз то, что стоит слева, мы хотим, чтобы это было фолдом, значит, оно должно удовлетворять набор уровней. Это равносильное преобразование, как мы с вами сказали. Ну, теперь давайте посмотрим на отдельные эти уравнения, можем ли мы какие-то требования, которые накладываются на наши функции, из этих уравнений вытащить. Это следующий шаг. Ну, вот берем первое уравнение. Вот мы его написали. Теперь как бы раскрываем определение композиции. Это первая равносильность. мы видим, что H, примененная к некоторому фолдру, равняется V. Дальше вспоминаем, что фолдру нас обладает свойством на пустом списке, что он нам возвращает. Он возвращает инициализирующее значение, то есть W. Ну, значит, левая часть у нас имеет вид H, W, правая часть по-прежнему V. О, мы одно уравнение уже нашли, то есть мы из наших уравнений можем V теперь исключить. Мы говорим, что V это H, W. Очень хорошо. Теперь давайте посмотрим, что нам дает второе равенство. Ну, вот здесь тоже мы пишем это равенство, а дальше пользуемся определением композиции и определением фолдра. Вот здесь я уже так не очень хочу подробно останавливаться. То есть все эти преобразования в принципе понятно, что они равносильны, то есть мы просто пользуемся определением. В итоге мы получаем некоторое равенство еще одно связывающее наши функции. Ну, вот теперь как бы второе равенство накладывает некоторое ограничение. такое довольно сложное, мы его чуть-чуть упростим. Его можно в разные стороны упрощать, кстати. Ну, вот дальше получается следующее. у нас мы можем в принципе если вот это вот равенство выполняется, то тогда что мы можем написать? Мы можем написать следующее. Мы можем воспользоваться первым равенством. Вот там вот у нас было у нас было вот здесь стояло V изначально. А здесь мы пишем теперь H, W, и теперь мы видим, что действительно это свойство говорит следующее. Мы можем вот отсюда вытащить H за пределы фолга. Ну, или наоборот в обратную сторону втащить. Если у нас выполняется вот такой вот услуг. Ну, это пока такое довольно абстрактное утверждение. Мы, кстати, сейчас мы просто изучаем некоторую технику, а на практике мы получим очень полезное конкретное утверждение. Давайте мы немножко попытаемся это условие как-то убрать. Какие это условия как-то выглядят странно? Ну, там много каких-то функций, то есть H, G, и F как-то должны быть связаны на аргументах X и Y каких-то. Ну, вот это то, что у нас получилось вот здесь второго равенства, такое ограничение. Давайте мы все-таки чуть-чуть конкретизируемся. А именно, скажем, что FG это некоторый оператор. Ну, это функция двух аргументов, поэтому я просто обзываю какой-то оператор. То есть F отождествием G и обзовем его, будем записывать все операторную битву. А H мы заменим на сечение этого оператора значением Z. И посмотрим на то условие, которое у нас там было. Ну, возьмем это условие, проведем некоторую алгебру над этим условием, и что мы получим после некоторой алгебры и раскрытия некоторых сечений. Мы получим, оказывается, следующее, что это условие, которое у нас есть, это на самом деле условие ассоциативности этого оператора, нашего произвольного, который мы адрес фрж. То есть при выполнении для любого ассоциативного оператора то условие, которое у нас изначально было, оно выполняется. Ну, вот, и теперь давайте мы перепишем, то есть, вот, посмотрите, что у нас на прошлом слайде было. У нас здесь было следующее. При выполнении некоторого условия верен вот такой вот способ протаскивания. Вытаскивание аж из фолдера некоторые функции. Ну, хорошо, а теперь в терминах нашего оператора это будет выглядеть вот так. Вот как это выглядит. Что здесь говорится? Если у нас ассоциативные операторы, мы сворачиваем что-то с помощью нашего ассоциативного оператора, а в качестве инициализирующего значения мы используем мы используем вот такую штуку, то мы можем сворачивать вот с этим значением, а вот это сечение оператора можем вытащить за скобочки. Ну, вообще, в некотором смысле это верно для любого ассоциативного оператора. Это такой род равенств. Ну, интересно, получили некоторые уравнения. Ну, если мы посмотрим, то на примере, то вот что мы получим. Если мы сворачиваем что-то с помощью оператора плюс, например, оператор плюс, как мы знаем, ассоциативу, и в качестве инициализирующего значения берем 42, то это то же самое, что свернуть с нулем, то есть вызвать обычную сумму, а к результату потом прибавить 42. Ну, понятно, что это верно, но это верно для любого ассоциативного оператора. То есть мы можем и в других случаях пользоваться вот такого вот рода конструкцией. Это некоторое такое вот свойство слияния fusion property по-английски или fusion low. Здесь оно такое, ну, получили что-то, ну, замечательно, но на практике мы разберем гораздо более важные случаи, на которые держится огромное количество оптимизации списков и не только списков. То есть это пока просто некоторая подготовительная техника, на практике мы этой техникой воспользуемся.